Насыщенная неделя подошла к концу. Расскажем, как депутаты Верховного Совета решили остудить пыл желающим поиграть с Конституцией. И как грустно правительство Хакасии прогнозирует наше с вами скорое будущее. Это Нотабына Итоги. Я Виктория Калашникова. Здравствуйте. Итак, Черногорск с запозданием, но пережил историческое событие. Теперь за тепло в квартирах горожан отвечает новый, единственный поставщик – компания СГК. Абаканские тепловики получили на руки договоры передачи в аренду всех котельных города-угольщиков. Таким образом, теперь СГК хозяйничает в двух городах Хакасии. И это не тот случай, когда новая метла пугает и тревожит. У новой метлы старая проверенная временем репутация. Абакан ведь давно с сочувствием наблюдает за зимними мучениями черногорцев. Это жители столицы, чаще жалуются на жару в квартирах, чем на холод. А Черногорск каждый год трясет от озноба и чрезвычайных ситуаций. И вот переломный момент наступил. Собрав все обстоятельства, сложившиеся вокруг предприятия, было принято решение, что котельные «Хактека» нужно передавать в ведомство компании СГК. К этому рукопожатию Андрей Плошкин и Сергей Серик шли не одну неделю. Котельная «Хактека» теперь в аренде у сибирской генерирующей компании. Она же будет греть все дома, запитанные от центральной котельной. Но прежде отремонтируют сети. В первую очередь СГК построит новый водовод и заменит проблемные участки магистральной сети. Там, где зимой был порыв за порывом. Тогда несколько дней горожане сидели без отопления. Этой зимой совсем без ремонтов не обойтись. Ранее СГК взяла под крыло еще две котельные. Это «Теплоресурс» и «Черногорская котельная номер 2». На следующей неделе котельная «Южная» пополнит список арендуемых абаканскими тепловиками. Тогда СГК станет главным поставщиком тепла в Черногорске. Компания заявила, что гарантирует энергетикам оплату. То есть «Хакас Энерго» котельная не обесточит. Ну а платежки от нового поставщика тепла черногорцы получат в следующем месяце. Что касается долгов «Хактека» перед энергетиками, то тут МРСК, видимо, придется запастись терпением. «Хактек» недоплатил за электричество 131 миллион рублей. И что называется, умыл руки. И это не значит, что долг списан. Но теперь требовать его энергетикам придется с хакасского правительства. Да, это уже наш вопрос, да? Что касается задолженностей, значит, они обретают форму просроченной задолженности. Есть определенный план погашения задолженностей перед энергетиками. И согласно этому плану, планомерно, поэтапно эти задолженности будут погашаться. А зачем еще? Это задолженности по так называемым выпадающим, в том числе, доходам. То есть это работа с источником финансирования преимущественно из бюджета республики. Но пока справиться с долгами бюджет республики не в состоянии. Долги котельных перед энергетиками в той же поре продолжают расти. И в понедельник Россети вынуждены были исполнить свое предупреждение. Несколько котельных в Хакасии были обесточены. На фоне критического бюджетного дефицита, как гром среди ясного неба, прогремела новость о подписанном главой Хакасии постановлении, которое разрешает чиновникам получать бюджетные деньги на покупку квартир. Документ старый, но Валентин Коновалов внес в него очень симпатичные поправки. Громом эта новость могла и не стать. Такого рода документы правительство принимает тихонько и не афиширует. Но поскольку власти обязаны выкладывать их в открытый доступ, постановление стало достоянием общественности. На этот раз первыми удивились журналисты Пульса Хакасии. Правительство Хакасии опубликовало документ на портале правовой информации, пишет Пульс Хакасии. В старой версии документа чиновник не мог получить бюджетные деньги на квартиру, если уже имел в собственности жилье и если взял ипотеку до того, как стал госслужащим. Теперь чиновники могут покупать за счет бюджета несколько квартир и получать деньги не только за свои квадратные метры, но и за родительские, если у тех нет своего жилья, сообщает Пульс Хакасии. Ипотеку можно гасить за счет субсидий, даже если она оформлена не на чиновника, а на его родственников. Всего на семью из четырех человек можно получить около двух с половиной миллионов. В общем, рай. Однако в Верховном Совете нас заверили, что подписанное Валентином Коноваловым постановление не работает. В законе о бюджете нет такой статьи расходов. По крайней мере, пока. В Верховном Совете начался новый сезон с обновленным составом депутатов. Итоги прошедших выборов показали, что политические предпочтения избирателей уже не те, что год назад. КПРФ в Хакасии прошлой осенью здорово взлетело. Но с тех пор люди то ли разочаровались в партийном фаворите, то ли их смутило качество кандидатов от КПРФ. Но коммунисты сильно уступили Единой России. Так красным не удалось занять ни одного из четырех разыгранных кресел в Верховном Совете. Пожалуй, самую существенную победу коммунисты отметили в Баградском районе на выборах районного главы. Но там, по мнению экспертов, люди выбирали все-таки личность, а не партпринадлежность. Депутатов от Единой России выбрали жители Аскизского района и Абакана. Это руководители крупных предприятий. От Аскиза железнодорожник Евгений Челтыгмашев, от Абакана директор ТЭЦ Андрей Апложкин. В Абазе выбрали Матвея Дреева. Он самовыдвиженец, но состоит в Единой России и усилит фракцию в парламенте. Саиногорец Владимир Ивакин тоже выдвигался самостоятельно. Фракция Единой России, скорее всего, наберет 21 голос в парламенте Хакасии. Для доминирования необходимо 26. То есть договариваться все равно придется. Перевеса нет ни у одной силы. Выборы глав муниципалитетов показали, что люди голосуют за тех, кто доказал свою эффективность. Это либо действующий глава, либо руководитель крупного предприятия. Человек с опытом и уважением. Четырежды глава Аскизского района Абрекчелтыгмашев вновь у руля. Ожидаемо он выиграл почти все выборы, в которых участвовал. Остался в кресле мэра Сорска и Сергей Найденов. Теченачева избрали в Орджоникидзовском. Раньше он уже был главой района и люди его помнят. Теченачев, бывший глава, ошиблись в свое время и не избрали его. Но он эффективный руководитель. Значит, Багратский район, Чернышево, конечно, давно надо было заменить. Но не меняли, ждали. Клименко Сергей Васильевич пришел. Это наш сельскохозяйственный работник. И такой человек значимый для района. И давно он должен был вырасти. Между тем, Верховный Совет весь в сборе после каникул начал ударно готовиться к первой в этом сезоне сессии. И, похоже, депутаты всерьез озадачены вольностями, которые начала позволять себе новая власть. И высшие должностные лица, и сами депутаты Верховного Совета стали активно пользоваться пробелами в законах. Так, например, оказалось, что верхушка правительства вроде бы не вправе занимать ответственные кресла без одобрения Верховным Советом. Но на самом деле может с легкостью сидеть в этих креслах сколь угодно долго, вообще не считаясь сомнением республиканских депутатов. Речь идет о заместителях главы Хакасии и министре финансов. Хитрость, которой пользуются Валентин Коновалов и его приближенные приставка ИО. Так случилось с Богданом Павленко, которого глава упорно не хотел согласовывать с парламентом Хакасии. Возможно, опасаясь, что заезжего коммуниста депутаты просто-напросто прокатят. Слишком много претензий к господину Павленко накопилось у местных элит за короткий срок. Вот и сидел тульский варяг полгода в кресле зама губернатора с приставкой ИО. Теперь его и в Хакасии-то нету, но в кабинете заместителя главы обосновался новый заезжий ИО зама Константин Харисов. И ведь он тоже может не являться на смотрины к депутатам месяцами. Спикера парламента Владимира Штыгашева такие вольности не устроили. И он лично внес в закон поправки, не оставляющие шансов первым лицам республики находиться на высоких постах на полулегальном положении. Отдельные лица, которые назначаются и вот с согласием Верховного Совета, исполняют по нескольку, и по четыре, и по пять, и по шесть, и потом никто ни за что не отвечает и тихонько отползает и уходит. Потом снова назначаются исполняющие обязанности. И так годами может длиться. Этот пробел надо устранить. Общая норма, которая сегодня существует в других субъектах федерации, она является три месяца. А еще с приходом новой власти депутаты поняли, что Конституция Хакасии слишком слабо защищена от посягательств отдельных персон, готовых перекроить главный закон республики в угоду личным амбициям или даже из мести. Так, например, летом много шума наделали поправки Дениса Бразаускаса. Он предложил исключить из Конституции администрацию главы. Если депутаты эту поправку поддержат, на улице окажется большой штат сотрудников главы, которые сегодня, по мнению депутата, незаконно получают на свое содержание 100 миллионов бюджетных рублей. В ответ преданные главе депутаты-коммунисты внесли свои поправки, которые сокращают состав депутатов Верховного Совета в два раза. Выглядит это как разборки в детсаду. Ах, вы так, вы у нас нашу игрушку отняли? Ну тогда мы у вас ваших солдатиков заберем. Очень сомнительно, конечно, что заигравшиеся в кошки-мышки народные избранники всерьез просчитали последствия своих предложений. Это, конечно, все весело до какой-то степени, но вообще-то опасно. Игрища эти решила притормозить железная леди парламента Светлана Могилина. Если ее проект депутаты на сессии примут, то в дальнейшем без головы на одних эмоциях к изменению Конституции будет не подобраться. Во-первых, четко определить круг субъектов, кто имеет право вносить соответствующие поправки к проекту Конституционного закона, подчеркиваю, который примет уже в первом чтении. Это глава Республики Хакасия и группа депутатов не менее пяти человек. Кроме того, и, наверное, это, безусловно, особо принципиально, у нас с вами не закреплено нигде, какое количество голосов должно быть подано за поправки, для того, чтобы считать, что они приняты. Количественный вопрос не осмотрительно возник у бюджетного депутатского начальника Олега Иванова. Но он был, что называется, отбрит. Единственный вопрос. Пять депутатов могут быть субъектом инициативы, а чем число обосновано? Ну а если, например, два, три, один, почему не имеют права выйти с поправкой? Я так подумаю, что, в принципе, 15 нужно записать. А я считаю, что каждый депутат вправе быть субъектом поправок. Ну, это ваше право думать так, но при этом учесть, что речь идет все-таки у нас о проекте конституционного закона, а не просто статусе самого закона. А вы, как субъект правозаконодательной инициативы, пожалуйста, так сказать, изображайте то, что хотите. Так вы внесите сразу, чтобы не начать поправки. У меня есть определенное видение этого. У вас свое видение. Светлана Могилина считает нужным усложнить и порядок принятия поправок. Сейчас утвердить их депутаты могут простым большинством, то есть 26 голосами. Она предлагает поднять планку до двух третей, то есть за изменения должны проголосовать не менее 33 депутатов. Ну и к содержанию поправок Светлана Могилина тоже предлагает ужесточить требования. Поправки ко второму, подчеркиваю, чтению должны быть взаимосвязаны с текстом самого проекта конституционного закона, то есть концептуально связаны, чтобы не менять само содержание этого проекта. То есть сейчас, ну если совсем утрировать, в проекте закона может идти, например, речь о редьке, а поправки могут чудесным образом преобразовать редьку в хрен. А хрен, хоть и не слаще редьки, но принципиальную разницу все же имеет. На ближайшей сессии, к слову, кроме этих проектов рассмотрят еще одно важное изменение в Конституцию о досрочном прекращении полномочий главы Хакасии. Главу Хакасии может лишить кресла президент в связи с утратой доверия за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в том числе по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации. Одна из обязанностей главы – выполнять поручения президента, например, повысить зарплаты педагогическим работникам. Эту задачу Москва спустила в регионы, в том числе и в Хакасию, и наше правительство подписало постановление об увеличении с 1 сентября базовых окладов педагога. У тех, кто работает в школах, они вырастут на 18%, а у сотрудников детских садов на 10%. Таким образом, в среднем получать педагоги в Хакасии будут на 3-4 тысячи рублей больше. Ну, за учителей можно порадоваться, зато правительству можно только посочувствовать. Средняя цифра в 3-4 тысячи рублей на каждого педагога в общей массе учителей и воспитателей в Хакасии – это десятки, если не сотни миллионов рублей. Которых, если в бюджете нет, а их нет, то это не проблема Москвы. Это головная боль главы и его правительства. Ну вот, кому удалось решить проблему бюджета, так это нашему соседу, губернатору Красноярского края. Правительство Александра Уса сумело внепланово увеличить доходы в бюджет почти на 30 миллиардов рублей. Впервые за последние годы краю удалось заработать больше, чем он собирался потратить. Избыток приличный – 5,5 миллиардов. Их правительство Красноярского края уже распланировало потратить на здравоохранение, поддержку районных бюджетов и на покупку квартир детям-сиротам. Деньги потекли в бюджет благодаря подросшим зарплатам. С ними выросли и налоги на доходы физлиц. Промышленники тоже стали платить больше налогов. Их прибыль пошла в рост. Объемы добычи полезных ископаемых тоже. В экономику края потекли инвестиции. Похоже, проект «Енисейская Сибирь» начал давать свои дивиденды. Хакасия тоже под крылом масштабного проекта «Енисейская Сибирь». Но, в отличие от соседа, денег в республике больше не стало. Бизнес неохотно вкладывает деньги в хакасскую экономику. Вкладывает примерно столько же, сколько в уже далеком 2013 году. То есть мало. Как мы знаем, Валентин Коновалов просит российское правительство помочь закрыть нашу бюджетную дыру. Но есть нюанс. По соглашению с российским Минфином, Хакасия может рассчитывать на федеральную помощь, если наши власти ее заслужат. Заслужат ростом республиканских доходов, сокращением расходов и сокращением госдолга. Но повышение доходов не наблюдается. И даже напротив, бюджет получает меньше, чем планировал. Госдолг власти гасят, но гасят в том числе за счет новых коммерческих долгов под дикие проценты. Глава рапортует, что расходы сократили, но эксперты считают, что тут есть с чем поспорить. Не горят оптимизмом и прогнозы правительства Валентина Коновалова на ближайшие годы. На этой неделе правительство опубликовало прогноз социально-экономического развития Хакасии. И, судя по цифрам, не планируют наши власти выводить экономику на новый уровень и улучшать наши с вами качества жизни. По доходам в наш бюджет власти на следующий год планируют заработать еще меньше, чем в нынешнем году, миллиарда на четыре. Налоговые поступления и от бизнеса, и от населения, если и вырастут, то так незначительно, что их и ростом-то не назовешь. Субсидии и дотации с федерального бюджета власти намерены получить на целых 40% меньше, чем в нынешнем году. Позиция странная, ведь прогноз работает и как цель. А если цели на рост нет, то и стоит ли ждать роста? Готова ли Хакасия на такой депрессивный сценарий жизни? Да нет, конечно, ведь год назад людям была обещана совсем другая жизнь. И еще одна новость на этой неделе встревожила общественность с посягательством на свободу слова. Правительство Валентина Коновалова, похоже, против газет и интернет-изданий, которые не финансируются из республиканского бюджета и на которые нельзя надавить. На уходящей неделе волонтеров, раздававших газету в городе, пытались выгнать сотрудники правительства и вызвали полицию. Екатерина Лукьянова выяснила, это не единственный случай, когда журналисты жалуются на давление власти. Наши ребята, волонтеры, распространяли газету в центре города Абакана. Распространяли в том числе на Первомайской площади, которая не является зоной закрытой. Выбежали молодые люди, что-то угрожали. Да, да, это самофотографировали и так далее. Потом эти ребята вызвали в милицию. Судя по перепалке с волонтерами, сотрудникам Серого дома не понравились ни сами распространители, ни газета. Что это за общественное мероприятие? Какое общественное мероприятие? Три человека на площади, раздаем газеты. Вы кто такой? Ну, допустим, я гражданин Российской Федерации. У меня при себе документы есть. А у вас есть? Пускай проверьте. А у вас есть документы? Я полиции покажу. Вот вы здесь. Что вы полиции покажете? Возьмите, пожалуйста, руку. Я не читаю, вы знаете, ерунду, которая вы пишете. Почему ерунда? Почему ложь-то? Это законная газета. Она законно издается, законно печатается. Вопреки желанию сотрудников Серого дома, полиция в действиях волонтеров ничего незаконного не нашла. Их задержали, но вскоре отпустили, рассказывает главный редактор «Новой Хакаси» Сергей Сипкин. Газета официально зарегистрирована, как в СМИ. Все документы и издания в порядке. Выходит газета уже полгода. Основной тираж попадает к читателям бесплатно через Почту России. И небольшую часть волонтеры раздают на улицах. Делают это законно. У них договор с редакцией. Люди всегда охотно брали у нас газеты, на самом деле. Ну, им нравится эта газета, как бы. И пусть она выходит и нечасто, но газета очень информативная, на самом деле. И ее очень интересно читать. Тут написано не только о политике, но и о культуре, и вообще о Хакасии, как живут. Даже про уток написано. Я почитала, там такая интересная статья, на самом деле. Ангелина сама читает все выпуски. Газету раздает прохожим с лета. И ни разу, говорит девушка, ее ниоткуда с газетой не выгоняли. Главный редактор «Новой Хакасии» уверен, что ребят пытались прогнать с Первомайской площади как раз за интересные публикации. Это однозначно у кого-то в правительстве сдали нервы. Из-за чего они сдали, ну, можно только догадываться. Может из-за того, что там 15 человек советников на низкие ставки переводят. Может так совпало, что, значит, а в этот день коммунисты были огорошены тем, что они проиграли практически выборы. Не совсем, но серьезно уступили, значит, партии «Единая Россия». Возможно, вот на всем этом нет денег, есть проблемы с электроэнергией. Газета обо всех этих вещах рассказывает. Рассказывает, стараясь никого не оскорбить, не унизить, потому что информация важная. Возможно, сыграла свою роль и то, считает Сипкин, что он оспорил свое незаконное увольнение с бюджетной газетой «Хакасия». И теперь его издания и пытаются прикрыть или сильно мешать работать. Частичный тираж второго выпуска газеты незаконно изъяли. Газета кому-то мешает в жизни, ну, кому-то она мешает, а я вообще считаю, что она помогает жить. Потому что знать, что у нас происходит в «Хакасии», должны все. Похожую версию рассказывает и журналист Михаил Афанасьев. В январе, когда он отказался работать с новым губернатором, интернет-журналу «Новый фокус» тут же начали вставлять палки в колеса. Мы с ними сели, был Павленко, был обученник. Значит, и буквально было сказано, что ты давай с нами в нашей команде, ты хороший парень, прямо за тебя тут говорят, ты прямо нам нравишься. Нам вот надо глав администрации подвинуть, нам на своих людей надо расставить. Давай с нами. Я с вами работать не буду. Они после этого решили, что они могут отнять все. Журнал существовал на спонсорские, меценатские средства. После того, как я отказался, они попросту узнали про этих людей, кто это нам помогает. И поставили их перед выбором. Либо они прекращают нам помощь, либо у них возникают проблемы с силовиками. А чтобы никто не сомневался в этом, мы этих меценатов провели два обыска. Афанасьев уверен, что власти просто боятся независимых от бюджета СМИ. Ведь им не укажешь, что и как писать. Журналисту все же удалось восстановить свой сайт 4 месяца назад. Человека в кадре, который пытался надавить на волонтеров, зовут Виталий Булдаков. Он один из приезжих варягов в правительстве. Сегодня выяснилось, что после инцидента он написал заявление на увольнение. На следующей неделе жажда тепла в батареях станет неактуальной. С понедельника в Хакасии выше 20. Жаль, не в эти выходные. Но погреться перед первыми заморозками нам все же удастся. На этой теплой ноте прощаемся с вами до следующей пятницы. Всего доброго!